Приветствую вас, и для начала нужно сказать, что вот то, как вы вели себя раньше, то, как вы строили свое поведение до этого, ни к какому результату более-менее хорошему не привело. Что означает, что нужно все равно менять? И менять нужно в первую очередь вам, потому что вы обратились сюда, значит, вы основываете проблемы. Мужчина ваш, как и, наверное, любой другой мужчина, проблемы таким образом решать не намерен, у него все достаточно просто, приземленно, предметно и так далее. И раз человек ответственный, раз человек, значит, несет ответственность не только за себя, но и за вас, по крайней мере, пока, то, соответственно, нужно в первую очередь вот принимать его, принять на данный момент его таким, как он есть. Почему? Прямо что это единственный выход сохранить отношения. Если вы постоянно чем-то недовольны, постоянно его там ругаете, постоянно высказываете какие-то негативные эмоции, то, естественно, у него с вами начинает ассоциироваться только негатив, только что-то неприятное. И потому поступать в данном случае нужно несколько мудрее. А мудрость эта заключается в прекращении открытой конфронтации и обращения внимания на саму себя. То есть, ласка, забота и, собственно говоря, любовь возможны лишь при наличии чувств. Для того, чтобы понять, чувствует ли к вам ваш мужчина что-то или нет, нужно поставить вас как порог в такую ситуацию, чтобы вы имели возможность эти чувства проверить и, так сказать, проявить. Мужчина делает то, что он считает нужным. Работает, проводит время с друзьями, как я понял, и так далее. Вы, получается, его ждете. Вы ждете, когда он придет, ждете, когда он обратит на вас внимание и прочее. Это не есть хорошо для вас и не есть хорошо для него. Потому что, по сути, это нарушает одно из главных условий разноправных отношений, а именно партнерство. Вы не являетесь кем-то равным ему. Вы являетесь в более невыгодном положении. Вы находитесь в менее выгодном положении, чем он. Почему? У него есть дела, у вас, допустим, нет. У него есть как-то провести время, у вас, допустим, нет. И именно поэтому вы чувствуете себя ненужными. Именно поэтому вы его постоянно берете и так далее. Вы недовольны. Но поменять насильно взрослого человека практически невозможно. Ведь если у него нет желания что-то делать так, как вы хотите, то у него не боятся даже постоянных претензий, к сожалению. И, соответственно, здесь нужно поступать иначе. Как? Как и поступил бы изначальный партнер. То есть человек, считающий себя равным другому. А именно. Вот. Мужчина делает, что хочет, да. Мужчина поступает так, как хочет. Хорошо. Это его выбор. Это его выбор. Это его право, по сути. И вряд ли вы можете... Это у него отнять насилие. Но, если вы будете вести себя так же, то есть жить для себя, в контексте своих интересов, то что будет происходить со стороны, по крайней мере. Что будет происходить со стороны будет происходить так, что вы достигаете двух, сразу двух целей. Вы, с одной стороны, живете своей жизнью и добиваетесь своих интересов, осуществляете свои цели и прочее. С другой стороны, вы показываете своему мужчине, что вы как бы на него больше не давите, но при этом не собираетесь смириться с тем, что он не обращает на вас никакого внимания. И вы показываете ему тем самым свою независимость. Вы даете ему возможность быть самим собой, но и за собой вы оставляете такую же возможность. И мужчина, на самом-то деле, окажется в ситуации, когда он вас еще не потерял, но видит, что вы отдаляете, потому что он не удовлетворяет вашу желатность. И если у него к вам какие-то чувства есть, если он просто зарылся в рутине своих дел, такое, к сожалению, бывает, то эти чувства проявят себя, когда появится страх вас потерять. Когда он действительно увидит, что вы вроде бы на него не давите уже, вы перестали на него как-то ругаться, но при этом вы занимаетесь в большей степени своей жизнью. То есть, вам на него стало все равно безразличие. И это безразличие, при наличии каких-то чувств у мужчины искренних, даст ему понять, что если он не будет ничего предпринимать, то он вас потеряет. И случится это довольно скоро, потому что вам достаточно лишь встретить человека, который бы дал вам то, что не хватает, и по сути дела все. По крайней мере, мужчине можно и нужно внушить именно это. И, собственно говоря, тогда просто посмотреть, как он будет встретиться. Если у него к вам чувства остались, то он, естественно, начнет как-то активизировать на вас свое внимание. Если чувств не осталось, будут оскорбления, претензии, обвинения и прочее. Соответственно, если у него нет чувства, то оставаться в этих отношениях нет смысла. Счастье не принесет ни вам, ни ему. А если чувство есть, он их проявит, и у вас все вернется так, как вы. Но нужно понимать, что когда вы говорите вернуть в отношения, значит, прежнюю заботу, ласку и любовь, именно прежнюю, то есть ту, которая когда-то была, нужно сделать ряд оговоров. Чувства вместе с самими людьми все же меняются. Меняются не сильно, но меняются. И поэтому прежних форм ласки, заботы и любви уже не будет. Может быть появится что-то другое, более зрелое, более взрослое, видоизмененное. И вам нужно быть готовой к тому, чтобы вот это другое принять. Чтобы не жить постоянно иллюзией и образом прошлого. И стремиться вернуться в это прошлое, что является крайне непродуктивным занятием. Потому что если что-то просто ушло, то оно все ушло. И вернуть его возможности нет. Можно как-то создать новую форму этого же. Но это будет именно новая форма. И к ней вам нужно быть морально готовы. Если вы видите, что мужчина проявляет к вам заботу. Но проявляет он ее к вам иначе, по-другому. Не так, как раньше, но по-другому. С поправкой на современные реалии, так сказать. То точно примите это. Примите. Не старайтесь подстраивать мужчину под свои идеалы. Под свои представления о том, какими должны быть отношения. Потому что отношения выстраиваются людьми. И каждый человек дает то, что он может. Вам нужно лишь понять, что вам может дать мужчина. И далее ответить себе на вопрос. Устраивает ли вас то, что он может вам дать на данный момент. И если нет, то уже корректировать свое поведение, опираясь на данный ответ. Либо терпеть, либо уходить. Это уже вам решат. И тем не менее, способ именно такой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарна.